Привет, ножоманы! Сегодня очередной выпуск рубрики «Знай своего ножедела». Судя по комментариям, особым спросом и интересом пользуется концерн Кай Групп, а именно принадлежащие ему бренды Кершо и Зиротолеранс. Что ж, поехали! Кай Групп довольно известный ножевой концерн, однако идея возникновения нового бренда возникла не у нее. Отмотаем до 1974 года. Время было насыщенное, нефтяной кризис 1973 года добивал экономику, по Италии носились красные бригады, шла к концу Вьетнамская война, а в странах Запада разгорались сексуальные революции. Между тем, некто Пит Кершо, 28-летний парень, работающий региональным менеджером по автовым продажам в Гербер Лейджендер Бойтс, пришел к мысли о том, что нужно создавать свое собственное дело. Идея была проста. Пит Кершо хотел делать ножи ручной работы по цене серийного ножа. Все бы ничего, но для своего дела, как вы знаете, требуется капитал. И, естественно, Пит активным образом приступил к поиску партнеров в США. Не найдя поддержки у соотечественников, Пит решил воспользоваться своими связями, которые у него остались после работы в Гербере. А именно контакты Sky Group, конторы, базирующиеся в Японии. И не просто в Японии, а в ножевой Мекке Японии, в городе Секи. Японцы и Sky уже в то время были одним из лидеров по производству режущего инструмента. И, естественно, Пит привез им свои дизайны и наработки. И всего через три года, в 1977 году, было создано дочернее предприятие Kirshon Knives. Так как Пит Кершо с самого детства был активным парнем и частенько выбирался на охоту и походы выходного дня. Благо, местность вокруг города Мэтфорд, где он рос, обеспечивала нужный ландшафт и, самое главное, живописную природу. Учитывая все это, первые ножи Kirshon имели в основном спортивно-охотничий характер. И так, в принципе, продолжалось до 1998 года. Вообще, 90-е годы имеют ключевое значение для компании Kirshon. Так как произошли три главных события, которые просто перевернули всю компанию с ног на голову. А именно, компания Kai Group наконец-то перенесла свое производство в штат Орегон и ножи стали делаться в штатах. Пит Кершо наконец-то ушел на пенсию, став делать ножи. И так совпало, что в середине 90-х компания заручилась поддержкой ножевого дизайнера Кена Ониона. Не совру, если скажу, что это один из лучших и один из самых интересных дизайнеров на сегодняшний день. Технические и дизайнерские идеи Кена Ониона не дают покоя конкурентам. И самое главное, что помимо своих классных дизайнов, Кен Онион прославил ножи Kirshon своей системой спидсей. Фишка со скрытой пружиной, позволяющей открывать нож легким толчком плавника, пришлась публике по душе. И вот уже более 20 лет успешно используется и имеет фанатов по всему миру. Самое забавное, что ее создание имело исключительно практический подход. Во-первых, в 1996 году Кен Онион поломался в ДТП и был вынужден перенести операцию на позвоночнике. Видимо, в процессе реабилитации моторика рук работала как-то не совсем правильно и подводила его. И потому родилась идея со вспомогательным механизмом для открывания ножа. Во-вторых, на момент 1996 года в большинстве североамериканских штатов был запрет на автоматические ножи. И поэтому, как говорится, голь на выдумке хитра. Забавный факт, кстати говоря. Кастомные ножи Кена Ониона пользуются довольно большим спросом у голливудских звезд. В частности, его авторский ножик Кершо 1680 был сделан для Стивена Сигова. В общем, после начала сотрудничества с Кеном Онионом, компания Кершо стала в первую очередь ассоциироваться с быстрыми и надежными ножами. До 2004 года компания производила свои ножи в штате Орегон, город Портланд. А после 2004 года компания перенесла свой штаб и производственную линию в город Чуалатин. Кстати, говорят, там до сих пор производится американская линейка ножей Кершо. Тут же, кстати говоря, с 2004 года и по нынешний день проводятся ежегодные распродажи Кершо. В 2014 году компания Кершо справила свой 40-летний юбилей. В общем-то, дата довольно немаленькая для современных ножеделов. И на протяжении всех этих лет компания регулярно завоевала награды на выставках. Вот лишь их малая часть. Ну и всего этого, разумеется, родились по-настоящему культовые модели. Если спросите меня, то моя любимая тройка это, пожалуй, Кершо Лик. Однозначно Кершо Блюр и, наверное, Кершо Скайлайн. Пожалуй, это вот мой топ-3. Вообще говоря о культовости и наградах, нужно понимать, что все это обеспечили не рядовые инженеры с производства. Томми Лукас и его нож Скайлайн, пожалуй, единственное исключение. Признанные knife-мейкеры, такие как Эрнест Эмерсон, Джейм Мартин, Кен Онион, Рик Хиндерер, Дмитрий Синкевич, Лес Джордж, Тим Гайлян и Тодд Рексфорд, а также многие другие. Коллаборации с этими талантливыми людьми родили по-настоящему массу отличных ножей. Однако дальновидные японцы из Кай предвидели развитие рынка и запустили еще один свой дочерний бренд – Zero Tolerance. Нулевая терпимость на русский или предел терпения. Кому как больше нравится. Бренд сходу заявил о своей направленности. Одно название, чего только стоит. Ножи для хард-юза. Ножи, которые можно ломать, ковырять, резать и не знать преград. Первые серии ножей от Zero Tolerance были исключительно боевыми тесаками, тактиками, которыми можно было уничтожать все живое. Однако компания Кай Групп очень быстро пришла к выводу, что нужно идти проторенным путем и, соответственно, играть на массовую публику. Заручившись поддержкой тех же самых дизайнеров, что и работали на Кершо, они начали выпускать по-настоящему обалденные ножи. Это такую смесь по-настоящему рабочего инструмента и агрессивно красивые цацки. Очень быстро ножи от компании Zero Tolerance стали интереснее с точки зрения дизайна. И, естественно, механика, сборка, материалы, все было высочайшего качества и делалось исключительно на территории США. Искушенную публику ножи просто всколыхнули. К тому же, как я уже говорил до этого, дизайнеры, чьи коллаборации были известны по ножам Кершо, с радостью начали работать из ЗТ. И это было просто пушкой. Особенно если учесть тот факт, что многие модели для ЗТ имели дизайны лимитированных и кастомных ножей. От того же Рика Хиндрера, Эржея Мартина, Кена Лонина, Тоддор Эксфорда и остальных. Ножи внешне очень похожи на их кастомы, но в данном случае они запущены в серию и в них, скажем так, нет авторского почерка, нет того ручного труда и шарма. Для многим это, в общем-то, и до фонаря. Ибо платить больше тысячи долларов за кастомный нож для многих просто нет смысла. Тем более, если можно купить, по сути, его лицензионную копию в 3-4 раза дешевле. Zero Tolerance это хороший пример премиум бренда. Ножи, которые не только интересны и эстетичны визуально, но и которые могут работать за троих, имея хороший запас прочности. Cold Steel, кстати, берите на заметку. Что ножи Кершо, что ножи Zero Tolerance достаточно популярны на Западе и, в частности, в России. В принципе, это неудивительно, потому что большинство модельного ряда Кершей стоит менее 3000 рублей. Однако, в последние пару лет складывается ощущение, что эти два бренда как-то, не знаю, топчутся на месте. И я объясню, почему. Эти два бренда сделали большой упор на дизайн. Причем, порой в новый каталог смотришь и рука сама тянется к кошельку. Однако, берешь нож в руку и понимаешь, что, несмотря на свой внешний вид, он проиграл в эргономике и проиграл в качестве. И это на фоне того, что многие старенькие модели, которые имели лютую, в хорошем смысле этого слова, смесь практичности и дизайна, снимаются с производства. Посмотрите список. Это просто жесть. У меня только единственный вопрос. Зачем? И самое, что неприятное, это еще только неполный список отмененок. В общем, на мой взгляд, немного странная политика. Однако, не буду отрицать того, что здесь имеет место вопрос вкусовщины. Положительной же стороны подобного курса могу отметить то, что компания, в общем-то, идет в ногу со временем. И поэтому оба бренда, что Кершош, что Zero Tolerance, угадали с трендами. И, скажем так, с каждым годом все равно заходят основной массе людей. Также положительным моментом можно отметить здравую конкуренцию, которую они создают другим брендам. И самое главное, создают конкуренцию Китаю, премиум Китаю, который последние пару-тройку лет пытается отвоевать западный рынок для себя. В завершении, хочется сказать, что ножи от K-Group это пример хорошей смеси маркетинга, производства и, наверное, ассортимента. Если ваш бюджет позволяет вам подняться до уровня Zero Tolerance, то определенно берите, пользуйте и, собственно, радуйтесь. Потому что ножи реально обалденные. Американские, с хорошим материалом, с хорошей сборкой и великолепной механикой. В чем-то даже эталон. Если же хотите ножа за 3 копейки наугой, при этом с дизайнерским почерком, то рекомендую обратить внимание на Кершей. Ножи достойные, ножи неплохие, стоят денег мало и, собственно, использовать можно в хвост и в гриву. При этом выглядят они достаточно солидно в большинстве случаев. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Для тех, кто пропустил и для тех, кто у нас в первый раз, у нас также присутствуют ролики о спайдерке, о бенчмейде, колл-стиле, а также баке. Ссылки будут где-то в описании. Спасибо за просмотр. Всем пока.